Здравствуйте! В прямом эфире телеканала Юрген, программа «Случаи из практики» в студии Екатерина Борж. Сегодня у нас в гостях психолог Надежда Козлова. Надежда, добрый день! Здравствуйте! Каждый из нас знает, что правильное питание – это залог качественной здоровой жизни, но не каждый из нас умудряется придерживаться заветных правил питания. Сегодня мы говорим о психологии здорового питания. Как настроить себя на идеальный рацион? Телефон прямого эфира 516767. Звоните, задавайте вопросы. И, конечно же, не забывайте о нашей народной студии. Ваши вопросы обязательно озвучит моя коллега Евгения Новоселова. Женя, добрый день! Всем доброго дня! Как известно, услуги диетологов и психологов по питанию достаточно дорогие, поэтому у вас есть уникальная возможность позвонить в нашу студию или написать в нашу ICQ и озвучить свой вопрос и получить, конечно же, ответ. Так что воспользуйтесь этой возможностью. Полчаса у вас для этого имеется. Спасибо большое, Женя! Будем ждать вопросов, которые ты озвучишь, и будем ждать ваших вопросов, дорогие телезрители. Телефон прямого эфира тот же 516767. Консультируйте, задавайте свои вопросы. И, может, вы считаете, что худеть или толстеть совершенно не нужно, и вы этого никогда не собираетесь делать. Ваши мнения нам тоже важны. Ждем очень ваших звонков. Надежда, ну вот все-таки психология здорового питания. Вроде здоровое питание – это физиологическое, это тело, да, и психологию. Совместимо ли? На самом деле психология здорового питания – это та отрасль, то направление в психологии, которое сейчас очень модным стало, широко развивается. Есть потребитель, соответственно, есть спрос, есть предложение. И все эти научные открытия, скажем так, которые сделаны сейчас в области психологии здорового питания, вот они за последние два десятилетия сделаны. И с чем-то сегодня я поделюсь, наверное, с нашим и с вашим зрителем. То есть получается, как люди стали толще, и стала проблема актуальной, или там, наоборот, сильно худея? Стали обращать на это внимание. Здоровое тело, здоровое питание стало ценностью, одной из ценностей. Если раньше это было чем-то косвенным, то сейчас это для кого-то и центральное звено жизни, скажем так, а для кого-то просто важно. И так как людям стало это важно, стали психологи совместно с медиками, волеологами, физиологами разбираться, что же на самом деле делать, и как же помочь людям худеть или толстеть. И вообще нужно менять им свой вес, не нужно менять им свой вес, что делать? Если что-то некомфортно и не устраивает. А нужно ли? На самом деле этот вопрос самый главный. И когда приходит к специалисту человек с какими-либо моментами, связанными со здоровым питанием, нездоровым питанием, правильным пищевым поведением, неправильным пищевым поведением, это первый вопрос, который задается. А нужно ли вам это? У нас же обычно приходит, если к врачу уже приходит с этой проблемой, то чаще всего это какая-то крайняя степень. То есть этот человек там либо совсем не может есть, либо ест так, что остановиться не может, что на это уже и денег не хватает, и уже одежды таких размеров не продаются. Так ведь редко же в средней какой-то фазе люди обращаются. К врачу, да. Мы можем говорить о патологии, можем говорить о норме. Если это патология, то это булимия, анорексия, о которых говорят сейчас все чаще и чаще. Булимия, когда человек не может контролировать свое пищевое поведение и занимается не едой, как трапезой, а поглощением еды. И анорексия, когда человек сознательно себя ограничивает в потреблении еды до такого состояния, что и при булимии, и при анорексии изменяются физиологические процессы до необратимых или малообратимых, на самом деле организм либо вообще не нуждается в еде, и организм умирает, либо организм настраивается на то, чтобы только поглощать еду, и все. Таким образом. Есть у нас уже телефонный звонок, первая консультация, возможно. Здравствуйте, Муа, слушаем. Здравствуйте. Слушаем вас. Вопрос такой к Надежде. Алло. Да, слушаем вас. Значит, это самое. Хочется кушать ночью, вот в 11 вечера, там в час ночи я могу встать покушать, а зато на следующий день до обеда вообще ничего не могу есть, то есть ничего, только стаканчик чая выпью и все. Это что, это вообще, как вы думаете, это правильно или нет? Спасибо большое. Наверное, на две части разделим. Правильно или неправильно, и как это можно поменять, да? Угу. Ну, здесь мы можем сказать о том, насколько это правильно, можем ли мы ответить на вопрос, насколько это правильно или неправильно, потому что правильность для себя определяет каждый сам. Если обратившемуся комфортно в таком состоянии, когда ему ночью нужно встать, хочется встать, он выпивает там стакан кефира или съедает бутерброд с жирной говядиной, то почему бы и нет? Если его это не устраивает, значит, для него это неправильное пищевое поведение. Нужно ориентироваться на чисто внутреннее, да? На собственное ощущение, насколько я, рефлексируя, осознавая, понимая эту ситуацию, полезно, вредно, нужно, не нужно, оцениваю это как правильно или неправильно. То есть, грубо говоря, если он, наш дорогой телезритель, утром встает, подходит, я не знаю, к зеркалу, или просто начинает осознавать свое существование и думает, ну ужас какой, зачем же я вчера опять объелся? Это плохо. А если никаких мчений совести и чего там еще может быть? Если комфортно, значит, это правильное пищевое поведение для этого человека. Если некомфортно и хочется менять, то это неправильно. Соответственно, неправильное поведение поддается коррекции, должно поддаваться коррекции. Здесь можно говорить о ломке пищевых стереотипов. У нас с вами у каждого свое определенное отношение к еде. Для кого-то еда – это просто ритуал 2-3 раза. Отношение к еде закладывается в семье с маленького возраста? Да, да, в том числе. Потому что мы все копируем, мы все подражаем, как мама с папой относились, как ближайшие относились, родственники и близкие, значимые люди, так и мы, соответственно, относимся к еде. Так вот, мы можем ломать этот пищевой стереотип, когда ночью хочется встать и пойти и покушать. Какими способами? Отвлекаться, замещать это каким-то образом и на осознании работать, насколько на самом деле сильно я хочу регулировать свой вес, регулировать свое поведение. И это, по идее, может человека останавливать. Если не останавливать, значит, тогда вопрос еще открыт, насколько на самом деле важно и нужно худеть или толстеть в других ситуациях. У нас есть уже вопрос в народной студии, примем, а потом о методиках еще более конкретно поговорим. Женя, слушай. Как-то странно, активно у нас сегодня мужчина особенно, но это, наверное, и хорошо, что они задумываются о своем питании тоже. Я вот знаю, что нельзя читать и смотреть телевизор, когда ты ешь, иначе много съедаешь. А я не знаю, как избавиться от этой привычки. Не могу смотреть в тарелку, надо мне глаза чем-то занимать. Беспокоится Игорь. Спасибо большое Игорю. Есть варианты разные, и телевизор, и книжка. На самом деле. Очень важный вопрос, очень нужный, очень распространенный стереотип пищевого поведения, когда человек занят не едой, а занят другим делом, а еда, она параллельно идет. Незаметно. Незаметно, скажем так. И тогда человек может в зависимости от, скажем так, размеров его желудка поглощать столько, сколько... Желудок и пищеводы заодно. Насколько возможно. Это пока не наступит насыщение полного просто от того, что уже просто некуда по объемам эту еду складывать. Опять же, мы говорим о том, что мы ломаем, не просто корректируем, не просто что-то где-то подтачиваем, а ломаем. То есть берем и разламываем. То есть берем и заставляем себя делать? Берем и заставляем себя менять стереотипы пищевого поведения. Переезд в другую квартиру, переезд в другую комнату, грубо говоря. Не читать вообще, когда что-то связано с едой. Менять месторасположение того места, где мы едим. То есть если всегда человек ел за телевизором, за компьютером, за книгой, сейчас человек ест на кухне довольно долго. Телевизор с кухней убирает. Это тоже часто распространено такое. Убирает, вылечает. Убирает, вылечает, да. Подготавливает себе, сервирует стол в течение 10-15 минут для того, чтобы с момента, когда первый раз появилась, загорелась лампочка, я хочу кушать. И с этого момента до непосредственного приема пищи прошло 10-15 минут. То есть организм был готов. Слюна выделилась, желудочный сок выделился. То есть это уловка своеобразная? Да. Чтобы лучше переваривалась? Да, в том числе. Потому что мы часто и кидаем в свой желудок неподготовленную еду, и пережевываем, допустим, ее не особенно качественно, чтобы она на самом деле дала нам ощущение. С физиологической точки зрения это для здоровья, да, ЖКТ и прочих всех систем. А с психологической точки зрения для того, чтобы у нас появилось как можно быстрее, от меньшего количества пищи, ощущение, что мы сыты. Если мы в себя много-много накидаем, то у нас ощущение сыты сита возникнет через полчаса, через 40 минут. А тут мы 10-15 минут формируем, сервируем стол. Потом мы представляем процесс поглощения пищи, да, трапезу эту, в виде ритуала определенного, когда мы тщательно пережевываем, чувствуем вкус той еды, которую мы едим. Часто ведь к нам приходят люди и говорят о том, что я ем и не чувствую, что я ем. Сейчас человек не ограничен в том, что он может в магазине любое купить. Выбор есть. И настолько приедается все, и в больших количествах поглощается, что человек перестает чувствовать вкус этой еды. Поэтому здесь вот эти правила, сервировка, трапеза. И покушал, и все. Ушел из этой комнаты в другое какое-то место, которое не напоминает о еде. Пошел в душ, пошел на пробежку, пошел прогуляться, начал заниматься работой, когда нельзя взять, прерваться и пойти снова начать кушать. И выдерживать паузу определенную до следующего приема пищи. И потом снова. Первые месяц-два сложно, но потом это входит в привычку. И организм, психика понимают, что выхода нет. Здесь все сознательные процессы. Очень как бы усилием воли нужно это сделать. Да. Болевые процессы здесь подключаются месяц-два. Потом это все идет на автомате, когда подкрепляется это положительными комплиментами со стороны, ощущением, что я достиг. Ведь достижения нас очень сильно подстегивают каким-то успехом и продолжению той деятельности, того направления, в котором мы шли. Есть у нас два телефонных звонка. Примем по очереди. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. У вас есть возможность задать вопрос. Алло. Здравствуйте. Ой, я думала, мне сказали номер два. Я жду. У меня такой вопрос. Значит, после онкологической операции мне прописали гормональное лечение, и я очень резко набрала вес. Теперь я перешла на питание системы Монтиньяка. 30 килограмм я сбросила за год. А теперь вот стопор, и все. И никак. Вот может быть где-то в психологии что-то. Спасибо большое. Я так понимаю, очень насущная проблема, тем более она связана как раз-таки не совсем с пищевым поведением, а вот внешними гормонами, да, с этим фактором здоровья. Что-то в этой ситуации можно как-то с мертвой точки сдвинуть? Насколько значимо стало тело в результате определенных процедур, да, медицинских? И здесь мы можем говорить о чем? О том, что наша внешность во многом зависит, наша оценка внешности во многом зависит от оценок окружающих. И от того, как мы относились к этому, как в детстве к нам относились, как в подростковом возрасте к нам относились, к нам, к нашей внешности. И что можно здесь сказать? Здесь предлагаются определенные сеансы, курсы 8-16 встреч с психологом, для того, чтобы конкретно, точечно работать с именно вот этим отношением к собственному телу. К тому, что не всегда мы можем все откорректировать по физиологическим каким-то моментам. К сожалению, ни психолог, ни сам человек, ни другие врачи, ни Бог, никто не способен много чего изменить в нашей жизни. А изменить мы можем, да, только свое отношение к этому. Если есть эмоциональная реакция, есть слезы, есть определенный отклик внутренний, есть разочарование, обида, негодование, какие-то чувства, то здесь, да, психолог работает с этими чувствами и старается ориентировать человека на перестройку своего отношения к себе. Потому что, если я изменить этого не могу, могу изменить отношения, и во многом мне станет комфортнее от того, что я само отношение изменю. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Я бы хотела узнать, вот существует ли, так скажем, после родов, как можно похудеть? Существуют ли какие-то методики изменения психологического поведения? Спасибо. Спасибо большое. Да, осложняется тем, что сильно это ограничивает у себя, и нельзя, наверное, потому что кормит грудью, скорее всего, женщина. На самом деле, это, опять же, одна из довольно актуальных проблем сейчас для современной женщины, как вернуться в то состояние, в котором была женщина до беременности и до родов. Здесь мы говорим о том, что раз нам нельзя конкретно применять какие-то техники по отношению к еде и приему пищи, значит, мы можем каким-то образом корректировать свое иное поведение, которое тоже влияет на здоровое питание и здоровье. Здесь мы предлагаем определенные методы телесно-ориентированной терапии. Все равно предлагается женщине, которая родила хотя бы час в день, хотя бы час в два дня посвящать определенным физическим нагрузкам, процедурам, связанным с поддержанием своего тела в нужной форме. И это может быть какая-то гимнастика щадящая, это может быть йога, то, что обычно предлагается. С психологической точки зрения мы предлагаем телесно-ориентированную терапию. И танцедвигательную терапию в частности. Здесь два момента. И работа с телом непосредственно, когда умеренные физические нагрузки дают нашему организму какую команду? Что нужно потихоньку-потихоньку сжигать те калории, которые в нас есть. В то время как активный какой-то спорт, раз в неделю выбраться в тренажерный зал, допустим, нашему организму дают иную команду. О том, что организм-то оказывается в стрессе и нужно побыстрее накапливать. То есть надо отложить это, вдруг сгонят совершение. Да, да. Нужно мобилизировать то, что есть, в коробочку все это схоронить, скажем так. И нужно… То есть тренажерные сильные нагрузки раз в неделю – это не вариант для похоронения? Это не есть метод здорового питания. Для каких-то других целей, может быть, да. Что касается здорового питания, то нет. И здесь для многих как раз-таки распространенная ситуация, когда есть эта нагрузка раз в неделю, а потом дикий голод. И очень сложно с этим голодом бороться. Голод ведь не тетка. И возвращаясь к вопросу заданному, танцедвигательная терапия, где размеренные идут нагрузки на тело, идет работа со своей внешностью, со своим телом, причем это производится в форме танца, когда идет определенный акцент на искусство, на творчество, на раскрытие своих потенциалов. То есть женщина не ограничивается только тем, чем она живет. Какими-то домашними хлопотами, воспитанием, уходом за ребенком, какими-то иными делами. А у нее есть возможность вырваться. Причем вырваться так, что она и тело у нее задействована, и психика тоже задействована. Потому что танцедвигательная терапия предполагает, если она правильно простроена, психолог дает именно те упражнения, те задания, которые бы максимально раскрепостили эту женщину и максимально настроили бы ее на определенный лад, скажем так, нужен ей. Есть у нас вопрос от Народной студии. Примем. Здравствуйте. Женя, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Могли уже подзабыть меня за время беседы. Вопрос от обеспокойной матери. Я так понимаю, у меня дочери скоро будет 14. Она тут вдруг решила, что она слишком толстая, хотя я считаю ее вес абсолютно нормальным. Сейчас ее очень сложно заставить съесть что-то, ест только йогурты и фрукты. Я боюсь, что это плохо закончится. Заставлять ее убедить не получается. Что мне делать? Спасибо. Уже крика о помощи практически. Хотя фрукты и йогурты, это, конечно, неплохо, но ими ограничиться, особенно растущему организму, нельзя. Да, здесь вы абсолютно правы. О том, что любой физиолог, любой врач, любой медик сказал бы, что ни в коем случае нельзя себя ограничивать, потому что нужны и белки, и углеводы, и жиры в определенном количестве, и витамины, и микроэлементы, и все прочее. Что здесь делать маме? Да, вопрос. Как маме убедить ребенка, что это нужно? Показывать шокирующие примеры в интернете, приводить примеры из жизни, к чему приводит анорексия. Потому что 75% аноректиков, которые вообще зафиксированы, которые лечились и которым диагноз такой ставился, это аноректики, которые в подростковом возрасте сломали свой стереотип уже правильного питания, нормального, здорового питания. Поэтому подростковый возраст на самом деле наиболее опасен как раз таки. Опять же, консультации индивидуальные, с психологом конкретно, детально, предметно. Здесь лучше не затягивать. Да, потому что общие рекомендации можно дать, но тем не менее, для того, чтобы идти глубже и работать глубже, важно знать конкретную ситуацию, которая есть. Еще телефонные звонки примем. Мы приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Я хотела бы вопрос задать. Вы знаете, у меня давнишняя привычка такая. Если я не поем, я не могу спать. И могу есть в любом количестве. И все подряд. И ем с удовольствием. Почему? Потому что я знаю, что я не склонна к полноте. И потом у меня, я сейчас почувствовала не так давно, что у меня проблема со сном. Открытьте, пожалуйста, как мне от этого отучиться. То есть вы думаете, что вы едите на ночь, как раз таки там страшно, как мама пугается. Наешься на ночь, будешь кошмары сниться. Что-то такое, да? Ну, не кошмары, а уснуть не могу. Тяжесть в желудке? Да, да, есть что-то такое, тяжесть какая-то в желудке. Но я не склонна к полноте, но люблю очень сладкое. В основном сладкое. Телевизор смотрю. Но у меня это, я не склонна к полноте и вся в движении. Наверное, поэтому мне так это покушать хочется. А вы не пробовали когда-нибудь, ну, хотя бы за 2 часа до сна поесть? Пробовала. Все равно потом перед сном надо идти? Да, кино закончилось, я бегом к холодильнику. Понятно, спасибо большое. То есть телезрительница наша абсолютно хорошо и просто всеобъемлющая, воспринимает свое тело, любит свое тело. То есть в этом смысле претензий нет. Но вот на самом деле на бессонницу-то может повлиять. Может. Может быть воздействие на самом деле такого, опять же, стереотипа пищевого поведения и на другие компоненты жизни, и на сон, и на отдых, и на работоспособность. И здесь замещение, как один из принципов вот этой ломки стереотипа определенных. Потому что когда мы ломаем что-то, мы должны что-то взамен-то дать. Иначе наш организм и психика чувствуют пустоту, и эта пустота вытягивает из нас всю энергию. Чем можно было бы заменить? Это может быть вечерняя прогулка, это может быть какой-то новый ритуал, это может быть какая-то творческая деятельность. Чем-то новым нужно. Чтобы руки не занять. Да. Руки, голова, тело, да, может быть. Какой-то определенный ритуал ежедневный, или вот когда там, когда есть необходимость в нем, должен быть. Причем в этом ритуале есть ведь много плюсов. Это новая деятельность. Это новая деятельность, которая будет обогащать человека чем-то новым. Это новое занятие, и плюс те моменты, которые телезритель, звонивший, к нам поведал, откорректировать эти моменты, что и сон будет крепче, и не только сон будет крепче от того, что желудок не давит, и организм спокойно может уснуть, но и от того, что человек был занят, долгое время был занят, 20-30 минут интенсивной деятельности. Мозг получил всегда, можно отдыхать, и он начинает спать. А еще один вариант возможный, который мне сейчас в голову пришел, может быть, освоить какую-то новую профессию, не в плане, что там токарем каким-то стать, это сложная профессия, которая на дому не получится, а юридическую какую-то стезю освоить. Активность себя чем-то занять, да. То есть это может быть и творчество, может быть и профессиональная какая-то деятельность новая. Из народной студии примем еще один вопрос. Женя? Да, озвучу сразу два вопроса, они разноплановые. Спрашивает Екатерина. Здравствуйте, я кормлю ребенка грудью, частенько встаю, поесть среди ночи. Нормально ли это, беспокоится она? Вот такой вопрос. И еще один, на мой взгляд, очень интересный. Мне сейчас 24 года, я вешу 83 килограмма. Меня приучила много есть бабушка в детстве. У нас тут в деревне диетологов нет, и большого выбора продуктов в магазине тоже, тренажеров тоже. Я начинала бегать несколько лет назад, сверстники смеялись. Какая-то у меня безвыходная ситуация получается. Спасибо заранее, Софья. Спасибо большое. Говоря о первом вопросе, здесь не совсем психологического направления вопрос. Можно ли и нужно ли, и хорошо, или плохо, или полезно, бесполезно, или вредно вставать среди ночи и во время кормления грудью, да, и восполнять рацион питания. Если это связано с какими-то ежедневно, еженочно, повторяется, и связано с чем-то психологическим, тогда да, тогда можно было бы это обсудить. Если это связано просто с тем, что больше требуется энергии, поэтому человек просыпается и идет кушать, тогда это больше. Все, опять-таки, если на самочувствие никак это не сказывается, если вы окончательно не просыпаетесь, или вам не тяжело потом спать, то, наверное, это все-таки нормально, да. Пока женщина кормит грудью, наверное, ей можно немножечко лишнего себе позволить. В какой-то степени, да. Что касается второго вопроса, где девушка со своими... Молодая. Молодая, да, девушка со своими ощущениями от того, как она пыталась уменьшить свой вес и изменить как-то свое тело, свою фигуру. На самом деле, пока у человека не возникает острейшего желания реально что-то менять, мало что изменится. Меняя отношение к еде, к приему пищи, ломая по чуть-чуть стереотипы свои пищевые, да, которые сформировались, не всегда мы можем добиться успеха. И зачастую необходима, ну, как это сказать, стрессовая ситуация для того, чтобы действительно понять, что все, с завтрашнего дня, с сегодняшнего дня, там, через час или с этой минуты, я начинаю новую жизнь, в которой будет то-то, то-то. Человек берет лист, садится и пишет, что он теперь будет делать и что не будет делать. А может, насколько успешно получается, как бы, этому списку как раз-таки соответствовать? Потому что, мне кажется, ну, наверное, ну, чтобы не промахнуться сейчас цифру, ну, 40%, ну, вот точно, людей сегодня вечером думают, что с завтрашнего утра я хорошо ем, я бегаю, не курю и не пью. Утром просыпаются и думают, а я потерплю еще денек хотя бы. Так ведь? Частая такая ситуация, подальше отодвинули, начать с первого дня недели, с первого дня месяца, вот, отодвинуть, отодвинуть, отодвинуть. Распространенная ситуация и упирается все в то, насколько на самом деле человеку это нужно. Да, опять же. Если человек понимает, что на самом деле мне это нужно, ему будет все равно, что бабушка заставляет, что нет тренажеров, но есть перекладина или есть просто место, где бегать. Нет диетологов, но есть представление о том, что вот лист салата, он здоровая пища, а кусок мяса жирный, это не совсем здоровая пища. Вариант для телезрительницы получается сесть, как я понимаю, и прикинуть, насколько вы хотите оставаться в этом весе или не хотите. Если хотите, что вы для этого можете сделать? Разложить это по почте. Очень конкретно писать. Я буду бегать раз в два дня, допустим, по 40 минут. Я должна это выполнять. Если я этого не буду выполнять, я останусь в своих 83, да, если не ошибаюсь, килограммах. Насколько я хочу снова оставаться в этих 83 килограммах. Или нет, я не хочу, я буду бегать. Постоянно представлять себе образ будущего. То есть я хочу, допустим, было 83 килограмма, я хочу 60 килограмм. Нужно представлять ту идеальную фигуру, которую хочется достичь. Или все-таки там ту себя, которым 24 года, наверное, когда-то поменьше было килограмм. Ту себя, которую хочу в будущем. То есть нет смысла возвращаться в прошлое, есть смысл ориентироваться на будущее и видеть перед собой этот образ будущего и идти к нему. И если как только возникает желание залениться, скажем так, потому что это же работа, это кропотливая, колоссальная работа, если на самом деле человек сдвигается с мертвой точки и вес идет не в сторону увеличения, а в сторону уменьшения. Ориентироваться на этот результат, вспоминать о том, что мне не нравится сейчас в моем весе. И опять же повторюсь, конкретно прописывать, бегать столько-то, столько-то раз, столько-то минут, кушать то-то, то-то и то-то конкретно. Чем конкретнее этот лист, пусть он будет исписан 1, 2, 3, 4, 10 листов, чем больше, тем лучше. Чем конкретнее будет план, чем больше будет потребности ставить плюсы рядом, ставить себе какие-то поощрять. Опять-таки плюсы легче наблюдать, что успешность как бы ситуация. Нам важно видеть успешность, все-таки у нас большинство информации попадает в наш мозг через зрение, и нам важно видеть наши результаты визуально. А как будет ситуация, когда, ну опять-таки очень часто, я думаю, особенно для женщин ситуация, заедание, особенно стресса, да, вот что-то там, бац, булочку пожевали, там что-то. Суховруктики, это, наверное, идеальный вариант, но к нему редко прибегает кто. Суховрукты, на самом деле, редкий вариант по одной простой причине. Он не дает того количества эндорфинов, которые нам хочется, если что-то не так, много отрицательных эмоций. Любой человек, как любая система, стремится к балансу определенному. Если есть минус, нам нужно срочно плюс, чтобы он хотя бы перекрыл этот минус. Суховрукты не перекроют ту проблему, которую есть, а перекроют тортик, да, или для кого какая будет. То есть как в этот момент, в момент стресса, что вот я должна сама себе сказать, чтобы не... Как только рука тянется к чему-то, сразу фиксируется связь. Если у вас была стрессовая реакция, я сейчас ее заедаю, что мне это даст? Даст ли мне это что-то положительное? Да, я выправлю свои эмоции, а снова возникнет такая же ситуация, а я так и не научился решать ее. На самом деле, 64%, последним данным, 64% людей с нарушенным пищевым поведением заедают свои жизненные трудности. А почему? Потому что это проще. Да, потому что нас не научили в детстве решать, выходить из стресса. Поэтому тут опять же две рекомендации людям, которые заедают. Учиться решать свои проблемы, садиться, обдумывать их, рассуждать, идти к психологу, обсуждать с кем-то, рассказывать, просить совета, все что угодно. Решать. Не просто их избегать тех проблем, а решать их. И второй момент, здесь важная информация для каждого родителя, насколько ваш ребенок умеет решать проблемы, и не будет ли он в будущем так же заедать их. То есть человек научается решать проблемы сам, и бороться со стрессом сам, и учит своих детей. Что немаловажно, это может быть для кого-то окажется еще большим стимулом, чем поддержание хорошей фигуры. В том числе. Буквально в трех словах ответ. Ситуация. Женщина, мужчина воспринимают себя в своем теле достаточно хорошо, а вот тот, кто с ним рядом, начинает и говорить, у тебя вот это не так, у тебя вот здесь у тебя висло, или там здесь лишнее. Вот когда тебя кто-то со стороны заставляет, вот как? Отправить этого человека куда подальше, или все-таки прислушаться и мучить себя, при том, что человек-то себя любит в своем весе? Если человек себя любит в своем весе, то есть ему абсолютно комфортно в той ситуации, которая есть, вопрос он может задать тому близкому, который его мучает. А что же у этого близкого не так, что ему так важен вес, важна внешность, важно тело другого человека? Почему он не может, если это человек близкий, который не просто, допустим, начальник по работе, а близкий, который любит. Да, это супруг, супруга, ребенок, или родитель, брат, или сестра, друг или подруга. Почему же этот человек не может любить вас, скажем так, в том теле, в котором вы есть, если вам в этом состоянии комфортно? И это важный вопрос, и он дает ответы на... Как действовать дальше, скажем так. Сегодня мы говорили о психологии здорового питания. Самая важная, наверное, рекомендация – это учитесь воспринимать свое тело. Но если уж совсем не получается воспринимать свое тело, тогда уже стремитесь к тому, чтобы правильные листики салатика или картошечки поменьше, может быть. Ну, каждый сам для себя решение примет. На наши вопросы сегодня отвечала психолог Надежда Козлова. Спасибо большое, всего доброго. Всего доброго. Дорогие телезрители, увидимся завтра в полдень. Гости нашего эфира – члены коллектива известного всей республики. Сюкудек им исполняется 45 лет. Они расскажут о своей достаточно продолжительной жизни, о тех успехах, аплодисментах. И все поклонники, вот, милости просим завтра в эфир. Мы очень вас ждем. Благодарите. А может быть, для кого-то это будет открытием. Ждем вас. Телефон редакции 725-400. Если у вас есть вопросы заранее или какие-то вещи вы хотите уточнить, звоните. Я всегда рада вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова